То, что сказала Кэтрин Фитц, это меняет наше представление о вот этих самых бюджетных махинациях. Она заявила, что 90% денег, которые исчезают из бюджета, это деньги, которые пополняют казну, параллельную казну. Масштабы этого общака, они не укладываются ни в какое воображение. Я, честно говорю, у меня неважные памятные имена. И тут я, просматривая свои публикации давнишние, где-то там первой половины второго десятилетия 21 века, неожиданно обнаружил статью на тему «Черный бюджет Соединенных Штатов». Ну, что такое «Черный бюджет Соединенных Штатов» я, в общем-то, знаю не понаслышке. Я многие годы изучал американский бюджет, знаю о существовании многих, во-первых, небюджетных источников поступления денег в карманы разных ведомств, особенно Центрального разведывательного управления, Министерства обороны, разные спецслужбы. Ну, и кроме этого, знаю, что, значит, большая часть тех денег, которые проходят через официальный федеральный бюджет Соединенных Штатов, они исчезают. Они просто исчезают. Ну, если сказать какому-нибудь американскому журналисту или политику о том, что деньги бюджетные исчезают, то он этому не удивится, потому что в Соединенных Штатах десятки, а может быть и сотни журналистов, десятки, а может быть и сотни политиков об этом говорят с утра до ночи. О коррупции. Действительно, значит, коррупция, она способствует тому, что деньги направляются не туда, куда надо, с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов, то есть это вот различного рода так называемые госзаказы. Но понятно, что значительная часть этих госзаказов действительно оседает в каких-то карманах. Но вот то, что сказала Кэтрин Фитц, это немножко, а может быть даже немножко меняет наше представление вот этих самых бюджетных махинаций. Она заявила, что 90% денег, которые исчезают из бюджета или, как они выражаются, неэффективно используются или используются нецелевым методом, нецелевым способом, это деньги, которые пополняют казну, параллельную казну. Ее иногда называют черным бюджетом. Это общак, можно сказать, общак, но масштабы этого общака, они, значит, не укладываются в никакое воображение. Значит, в 2017 году вышел документ, сенсационный, я бы сказал, резонансный документ. Это исследование Марка Скидельски. Есть такой американский экономист, профессор. Этот доклад, этот документ Марка Скидельски, значит, выдал такую оценку. За период с 1998 по 2015 год, то есть за период 17 лет, было украдено только из бюджетов двух ведомств, вернее, за 17 лет, 21 триллион долларов. Что за два ведомства? Первое ведомство – Министерство обороны, второе министерство – это Министерство величного строительства и городского развития. Второе министерство – это министерство, в котором работала наша героиня Кэтрин Фитц. Она работала помощником министра. После того, как она ушла из министерства, у нее был вариант пойти в Совет управляющих Федеральной резервной системы. Но она пошла в частный бизнес. Ну и уже находясь сейчас на бизнесе, она создала свою брокерскую компанию, которая заключила договор с Министерством строительства и городского развития на брокерское обслуживание портфеля объемом 500 миллиардов долларов. В основном это ипотечные бумаги. И вот тогда наша дама выяснила, что, собственно, Министерство совершает чудовищные нарушения, значит, приобретая эти самые бумаги, ну и так далее. Я не буду сейчас про эти преступления рассказывать. Через некоторое время, значит, произошел разрыв отношений. Договор на 500 миллиардов был расторгнут. Начались судебные разборки. Вот наша героиня, она обвинила Министерство в коррупции. Ну, в общем, кончилось тем, что брокерская компания, она обанкротилась, потому что приходилось тратить большие деньги на судебные процессы. Игра закончилась ничью, но я бы сказал, что все-таки она закончилась поражением американского государства, потому что все-таки суд, в конце концов, признал, значит, что брокерская компания никаких нарушений не совершала. Ее руководительница Кэтрин Фитц тоже никаких нарушений не совершала. А что касается Министерства строительства и городского развития, то как бы решили все это умолчать, решили это все заткнуть под колер. Вы знаете, после всей этой истории с Министерством строительства и городского развития, она поняла, что, сути по всему, и в других ведомствах такая же ситуация. Вот. И она, конечно, уже стала смотреть на вещи шире. И вот после того, как она уже, значит, стала сотрудничать с этим профессором Марком Скидельским, они и подготовили этот самый доклад. Конечно, трудно себе представить, что два человека могли бы составить такой доклад. Судя по всему, у него есть масса невидимых анонимных соавторов. Это людей, которые работали, а может быть, и до сих пор работают в правительстве и в разных ведомствах Соединенных Штатах. Но вот на основе достаточно такой достоверной первичной информации они вышли на оценку 21 триллион. Это только по двум ведомствам. Где-то там на 15-16 год годовые расходы бюджета составляли 6 триллионов. То есть, в общем, это как-то совершенно не укладывается в сознание. И я думаю, что вот этот черный бюджет, этот черный бюджет, он сопоставим с белым бюджетом. И с помощью этого черного бюджета, оценки черного бюджета, мы можем оценивать и мощь глубинного государства. Потому что мы прекрасно понимаем, что это бюджет не каких-то там мафиози, а это именно глубинное государство, которое вот и привело эту операцию по смещению Трампа, по постановке своего ставленника Джо Байдена. И, конечно, учитывая такие мощные финансовые возможности этого глубинного государства, мы можем ожидать очень серьезных событий в ближайшее время. Они еще и получили доступ к белому бюджету. Так что деньги колоссальнейшие. И что еще интересно, значит, Кэтрин Фитц говорит, что они вынашивают планы. Как только, значит, их человек зайдет в Белый дом, они начнут спецоперацию. В 2018 году был известный ролик, сейчас его почти не найдешь. Это ролик под названием, значит, «Изнасилование России». Неужели нам это тоже угрожает? Примерно так можно перевести. Речь шла в первой части ролика, это интервью, о том, что, значит, Россия была ограблена. Значит, прежде всего, это приватизация, чубайсовская приватизация. Там она прямо все называет своими именами. Вот, и говорит, что не кажется фантастикой, что то же самое может произойти с Соединенными Штатами. Вы посмотрите, при Трампе государственный долг рос стремительно. Когда Трамп пришел, долг еще не дотягивал до планки 20 триллионов. Когда он уходил, долг уже был 27 триллионов. При Байдене, я думаю, что уже в 2021 году мы увидим, что будет пробита платка в 30 триллионов. Рано или поздно будет спектакль под названием «Америка погашает свои долги». Дело в том, что держателем этих долговых обязательств в настоящее время являются люди теневого государства. И люди теневого государства, как пишет и говорит Кэтрин Фитц, получатся эти активы. Они оцениваются на десятки триллионов долларов. Это земли и месторождение полезных ископаемых, находящихся на балансе федерального правительства. Все это за бесценок перейдет в руки государства. То есть вот закончится такой процесс приватизации, концентрации, централизации капитала в руках теневого государства. Вот такие интересные сюжеты возникают в результате прослушивания, прочтения работы, выступлений Кэтрин Фитц. Такие гигантские деньги были запущены для того, чтобы Джо Байден все-таки оказался в Белом доме. Еще, конечно, интересная тема черного бюджета, но это, наверное, тема отдельного разговора. Кроме тех денег, которые распределяются из федерального бюджета, в черный бюджет поступают деньги от многих видов нелегального бизнеса. Прежде всего, это, конечно, наркобизнес. И, конечно, наркобизнес жестко контролируется центральным разведывательным управлением. Но это тема, наверное, отдельного разговора. Это тоже добавляет черный бюджет каждый год, ну, я не знаю, по полтриллиона долларов как минимум. Но это тема отдельного разговора. Еще хотел вам вспомнить, что вот этот доклад Марка Скидельски, ну, по некоторым соображениям, тогда наша героиня, она не подписалась в качестве соавтора. Это сейчас уже, только сейчас стало известно, что этот доклад готовился совместно с Кэтрин Фитц. Так что, может быть, она даже и была главным организатором, инициатором этого доклада. Вот. Но хотелось бы отметить, что вполне вероятно, что этот доклад даже готовился по согласованию с Трампом. Может быть, даже по его просьбе или его указанию. Потому что, как только доклад был опубликован, Трамп сразу же отдал команду, чтобы был проведен полный, масштабный, впервые за всю историю аудит Министерства обороны. И команда была дана в 2017 году. Значит, первые результаты аудита, они появились уже в 2018 году. Я стал внимательно следить за этой темой, но, судя по всему, результаты аудита оказались настолько скандальными, что все это было засекречено. И с тех пор даже никаких, значит, информационных сообщений о том, как проходит этот аудит, не было в средствах массовой информации. Видимо, все это было засекречено, а может быть, даже аудит и был остановлен. Нашу героиню Кэтрин Фиттс тоже постоянно банят. Но, тем не менее, вот, значит, последний этот ролик под названием «Локдаун планеты». Я помню, первый раз я увидел этот ролик где-то 3 января. 3 января. На следующий день уже по этой ссылке там зияло черное дыро. То есть, первые дни 2021 года они активно бомбили все эти, значит, ролики. Но сейчас, слава богу, уже, видимо, они устали это делать. И можно найти этот ролик и на английском языке, и на немецком, и, что приятно, на русском. Кстати, большинство роликов в переводе якобы Джугашвили. Это, насколько я так понимаю, внук или правнук Сталина. Можно вспомнить таких американцев, как, скажем, Пулгрейд Робертс, который в свое время занимал должность помощника министра финансов и курировал вопросы экономической политики при Рейгане. Тут можно вспомнить и Джона Перкинса, автора известной книги «Нашумевший исповедь экономического убийцы». Вот только некоторые герои Америки – это люди, которые занимали высокие должности, но которые стали такими, я бы сказал, диссидентами, оппонентами по отношению к действующему режиму. Продолжение следует...